Для хозяйки зайдно приготовление еды привычное дело, ведь по правительству она повар-кондитер, да и сам процесс дается ей легко и только в радость. Готовить она начинает уже за несколько часов. В запасе держит множество вариантов блюд, ведь ее задача учесть пожелания всех членов семьи. Всегда готовим разные блюда. Не всегда бывает, что мы готовим одно блюдо. Получается, что несколько блюд готовим постоянно, каждый день, можно сказать, особенно на экстрактах, потому что в течение дня, когда дети говорят, что мама, мы это хотим, не получается, чтобы не готовить разные блюда. Сейчас тоже, например, я приготовила пиццы, одну сделала с колбасой, одну сделала с мясом, потому что у меня мальчик-мальчик не кушает пиццу с мясом, он кушает только с колбасой. Сегодня в меню салаты, пицца, стейки. Среди главного блюда дагестанский ботишел. По словам Зайна Бгаджиева, это ее фирменное блюдо. Рецепт классический. Секрет хорошего результата, делится хозяйка, хороший творог. Сложно, вот здесь ничего нет, здесь бывает, зависит, какой творог попадется тоже. Бывает, иногда, даже я сама довольна не бываю, потому что чересчур они жидкие внутри, получается, когда. В процессе готовки участвуют все, от мала до велика. Хозяин семьи тоже не остался в стороне. За ним самая ответственная часть – мясо. Маринада, затем равномерная мягкая прожарка. После того, как все основные хлопоты завершены, угощение готовы, стол накрыт, семья собирается вместе. Зайнаб делится. Практически все ифтары у них в доме проходят коллективно с участием родственников и гостей. Сейчас после второго окна обычно заходят туда соседи. Чай, кофе, да, что продажа не было. Ну, то есть, это еда, в принципе, она заканчивается благодаря соседям. Да, да, да. Соседи, родственники. Соседи, гости, благодаря гостям, да, заканчивается. Подобную картину с вечерним разговением можно наблюдать почти во всех мусульманских семьях республики. Однако диетологи советуют воздержаться от такого изобилия блюд, ссылаясь на неприятные последствия переедания. Пусть в рационе всегда будет разнообразие, но не в плане того, что за один раз у вас на столе будут все разнообразие блюд. Лучше каждый день делать разные блюда, сочетать разные ингредиенты и при этом не стараться загромождать свой стол большим изобилием и разнообразием, которые, ну, вы наверняка или не сидите, или будете там смотреть на это, и того хочется, и всего, и просто перегружайте свой желудок. Также, по словам диетолога, не следует сразу же приступать к еде. Рекомендуется сначала пойти на вечернюю молитву, лишь потом приступать к трапезе. За это время организм успеет подготовиться к приему пищи и не будет тяжести в желудке. Патима Тханапова, Алина Багилова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала.